Хорошо, тогда пойдемте пока что назад, я ничего здесь сделать не могу. Опа, здра... О! Здрасте! Всем привет, добро пожаловать на мой канал Телекоплей. Я Наташа, сегодня вот мы с вами поиграем в игру, которая мне плюс-минус напомнила Кубэскейп, но это не Кубэскейп, это что-то другое, но по той же стилистике надо ходить, бродить, пытаться пройти какие-то загадочки, вроде бы, когда же есть что-то кровавое, в общем, все как мы любим, давайте начинать играть. Давайте посмотрим, что это такое, я нажму кнопочку играть, ну, слушай, начало интересное. Прошел почти год с того момента, как мне удалось выбраться из горы. С того самого дня моя жизнь превратилась в кошмар, и мне кажется, что я схожу с ума. Усюка. Никто не верит моей истории, а я сделал все, чтобы забыть этот кошмар. Тем не менее, там по-прежнему происходят ужасные вещи. Мне кажется, что я смогу успокоиться и найти спасение только в том случае, если узнаю все об этом кошмаре. В этом мире есть только одно место, где я смогу получить нужную мне информацию. Forgotten Hill Museum и Library. Библиотека получится. Хорошо. Здравствуйте. Hello. Ой, блин. Ой, блин. А это что, это дядька? Он похож на какую-то мертвую гулю. Здравствуйте. А он, может, не настоящий? Добрый вечер, сэр. Не хотите ли я приобрести билет в музей? Это будет стоить вам всего один доллар. Ладно, на тебя, сука, доллар. Разводишь меня на бабки. Спасибо. Вот ваш билет. Надеюсь, что вам понравится в нашем музее. Чего-то я не уверена. Так, у меня есть блокнотик, да, видимо, в котором я что-то пишу. Старая фотография, найденная в хирургической клинике. Кто эти дети? Возможно, это и есть полковник и кукловод. Им должно быть более 130 лет. В этой библиотеке совершенно точно есть нужная нам информация. Полковник и кукловод. А ничего-то, что они выглядят как два ребенка. Никого-то не смущает? Странная находка. Вчера на рассвете местный фермер, который шел по полю, расположенному у северной границы леса, обнаружил ужасающую находку. Он наткнулся на изуродованное тело существа, которое имело как человеческие органы, так и части тела животных. Может, это был пранк? Может, это был чей-то пранк? Кто-то засунул туда органы свиньи, и вы подумали, что это реально человеческие. Это просто дурная шутка. Полный текст допроса на странице 6. Ой, так много всего читать. Завещание дедушки Ларсона. То, что он родился на забытой горе, просто совпадение. Он оставил мне эту странную вещь, которая напоминает часы. Я никогда не понимал, зачем вообще она нужна. Похоже, что некоторых деталей не хватает. Пропало еще больше детей. Я просто не могу вынести из... Из чего вынести этого? Не могу предоставить себе, что жители этого проклятого места делают с ними. Ой, пропала девушка. 26 лет. Встреча в супермаркете. Тупик. Анонимный телефонный звонок. Она очень похожа на одну из кукол. Они обыскивают мою машину. Они подозревают меня. Я нашел труп неизвестной женщины. К счастью, это не она. Кукольный театр. Я должен вернуться туда и продолжить расследование. Но мысли об ужасах этого места заставляют стыть кровь в моих жилах, как только я думаю о том, что он сделал с Жозефиной. Так, пропавшая семья. А сколько здесь еще вот этого всего? Давайте я сделаю вот так, чтобы вы могли на паузе почитать. О, смотри-ка, монашечка. Монашечка, медицинская сестра медклиники. Хорошо, мы поняли. Вошли в курс дела. Это первый, собственно, журнал, который у нас есть. Нам открылась с тобой дверь. А, это была брошюрка Сием... Ну, здрасте. Офигеть. Ну, началось. И что? Это вот так вот они перемещаются? Слушай, да я так в два счета соберу эту пятнашку говняшку. Реально, смотри, в два счета сейчас. Оп, оп, это же легкотня. Это вам не мешки воротить. Это не те сложности, которые у нас были. Вообще, смотри. Оп, это вот так. Это вот так. А, вот так, наверное, вот так. Смотри, какой бухой. Фу! Это что? А, он в штанах. Я думала, это у него яйки вывалились. Хорошо. У меня есть первый ключ. Ключ, наверное, от этого. Историческая библиотека. Манускрипты, книги, экземпляр книги какой-то. Ну, понятно. Можно... А, подожди. Я не могу вернуться назад. Ладно. Я так понимаю, что ключ это от этой штуки, да? Мне очень жалко, сэр. Но никто не может проникнуть на территорию без специального билета. Приказ руководства. Господи, ну ты говнюк. Раз, дверь. Вот это что за черепа? Ну, пошли сюда. Это библиотека, я так понимаю. Так, это карта библиотеки. Тут даже вот чувачок сидит такой интересненький. Что у меня в ухо постреливает? Мне не нравится. Мне не нравится, мне в ухо стреляет. Книги я ничего не могу с ними сделать, да, видимо, пока что. Пока что да. Пока что я просто изучаю. А вот это, наверное, библиотекарь. Алло. Алло. Сюда, наверное, что-то нужно вставить. Но я пока что вставить особо ничего не могу. Мне тупо нечего вставлять. Поэтому смысла здесь абсолютно нюх. Вот эта дверь. Давайте попробуем применить сюда ключ. Не подходит. Хорошо. Значит, идем дальше. Вот. Вот какой-то ангелочек с писюнцом. Что у него? У него была какая-то записька. Опа. Это кто это? Жук какой-то, сука. Сука-богомол. Ладно, я пойду вот сюда на какой-то ресепшн. Так, это снотворно. Видимо, нужно поить охранника. Поздравляем с приобретением аппарата Бальджареда. Уникальный стиль и невероятная гранция этого оборудования смогут украсть в любой уголок вашего медицинского центра. Утонченная система звездочек и шестеренок заставит ваших костей проводить время за решением шарат и головоломок. Рекомендуется прикрутить оборудование к полу, чтобы оно не сдвинулось с места. Спасибо. Хорошо. Есть какая-то картина. И на нее можно тыкать. Ага. Ага. Я так понимаю, что мне нужно все повернуть. Или отвернуть наоборот. А этот не отворачивается. Ага. Так, и что? Ага. 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 Нихрена не понял. Короче, как только я их вставляю нужным местом, крутится следующий меч, да? Странная головоломка. И что делать? Ха. Я, наверное, туповат для этой головоломки. Она слишком сложная оказалась. Так, это крутит эту, это, эту, это, эту, это, это. Я не понял. Возможно, здесь есть подсказка, но мы пока что не понимаем, что с этим делать, поэтому давайте пока оставим здесь. Вот. Наверное, вот, вот тут что-то, да? Трестики, квадратики, нолики. Блин, а что так сложно? Можно что-то попроще? Можно что-то попроще? Я тоже здесь пока что не понимаю. Давайте просто исследовать. Ух ты, япона мать. Вас еще менять здесь надо? Не, это какая-то сложная схема. Очень сложная. Опа, книжка. Забытая история. Когда небольшая группа паломников оказалась в том районе, где сегодня находилась забытая гора, они сразу же поняли, что это место прекрасно. Замечательная история города, видимо, местного. Церкви. Активные строительства. Широкие проспекты. Церковь из святого грешника. Почему бы и нет? Звучит интересно. Библиотека. Он какие-то мужики веселые такие, смешные. Вот дядька полоумный какой-то странный. Кукольный театр. Ясно? Ясно. Мистер кукловод. Так его и назовем. Это обеденная. Я так понимаю, сюда нужно налить вот это. Значит, кто-то сейчас придет кушать. Кто-то сейчас сюда придет кушать. Еще одна книжка. Еще одна книжка. Опа, ведьма. Во второй половине века жители Забытой горы были вынуждены столкнуться с одной из самых больших опасностей в истории этого места. В небольшой хижине на самом краю города поселился некто Рут Норвуд, которая была одинока и источала мрак и тьму. По городу начали распространять слуги о том, что она умеет предсказать будущее и исцелять смертельные болезни. Поэтому ее, наверное, сожгли, да? Стали обращаться к ней за помощью и лечением, несмотря на то, что ее все время сопровождали четыре леденящих духа прислужника, который она назвала хранителями. Ага. Ну, я так понимаю, что ее повесили, потому что она была, типа, ведьмой. Ясно. И потом она наверняка начала мстить. Она мстительная душонка. Мне нужно, видимо, приготовить обед на это что-то. Мышеловка. Еще одна книга. Ну, здесь рецепт еды. Видимо, я могу приготовить еду. Мне нужна мыша из хрустя... Фу, я должна приготовить мышь. Ладно. Я запомню, что у меня есть такая книжка, ребят. Жук. Сука-жук. Куда пополз, сука? Куда пополз? Куда ты, сука, пополз? Я тебя не помню. Я не помню, куда пополз. Водичка. Водичка не алло. Так, а за мной ходит гигантский богомол. Он хочет меня сожрать. Я тебе отвечаю. Меня хочет сожрать гигантский собака-богомол. Что дел с тобой? Давай я его чем-нибудь прибью. Может быть, книгой? Прихлопни. Прихлопни хлопа книгой. Не хочет хлоп. Клоп жив. Клоп жив. Клоп не хочет умирать. Хорошо, тогда пойдемте пока что назад. Я ничего здесь сделать не могу. Опа, здрасте. О! Здрасте. А вы кто такой? Здравствуйте. Эй, приятель, я хочу пить. Пожалуйста, принеси мне бокал вина. А у меня пока нет бокала. Так, пять центов. У меня нет пяти центров. И центров, и центов нету. Все, я дошла до конца. Подожди, а этот бокальчик сработает или нет? Так, где была... Вот здесь была еда. Так, бокала здесь анима. Мне нужно достать как-то бокал. Слушай, сложные загадки. Я тупой, видимо. Я для них слишком туповат. Там был какой-то страшный, сука, скример, который меня напугал и сбил с пантологии. Так, эта дверь не открывается. Если я пойду в начало... Дядька меня сюда не пускает. Он злобный, гнусный тип. Злобный, гнусный, грустный. Книжки. Давайте решим головоломку с книжками. Потому что у меня есть вот раз книжка, вот есть два книжка. Еще нужно две книжки. А у меня нет столько книжек. Подожди, а вот здесь, по-моему, подсказка, что все должно стоять направлено в это самое. Это, наверное, подсказка к вот этой вот фигне, которая находится здесь. Скорее всего, оно должно все смотреть как-то вниз. Но, видишь, оно все как-то странно работает. Вот. Я просто не понимаю, как. Ты понимаешь? Допустим. Вот. И че? Или мне надо их как-то под определенным положением? Ага. Короче, я понял. Я понял логику, кажись. Вот так. Вот так. Вот этот нужно как-то докрутить. Надо понять, как его докрутить. Господи, какая сложная загадка. Но отворачивать их тоже смысла нет. Допустим. А вот этот как крутится? Во. На тебя все показывают. Все указующие персты только на тебя показывают, братан. Я не понимаю эту головоломку. Серьезно, она сложная. Она, ой, какая сложная. Вот это не крутится хрень. Вот эта хрень. Ой, как не крутится. Ладно. Давай подумаем. Это что это такое? Вот оно не открывается. Есть этот. И есть вот эти штучки, которые тоже. Возможно, здесь есть подсказка. Но было бы из нее что-то понятно. А можно я вот так вот нажму вопросик? Что? Чего-то не хватает. Мышки, может, наружки. Может быть, вот этой штучки не хватает. Я не знаю. Ключик. Ключик. В жопе лучик. Нет, не хватает в жопе лучика ключика. Так. Это не крутится. Это не крутится. Это крутится. То есть... Вот я поворачиваю. Она не работает. Хорошо. Вот. А-а-а. А-а-а. Вот так. То есть... Да ладно. Может быть... Ага. Вот. Теперь. Вот так. И нужно вот этот теперь докрутить. Вот. Я понял, короче, как они работают. Я понял, как они работают. Что-то, ребятушки. Все. Так. Тебя вот так. Тебя вот так. Тебя... Да подождите. Стоп. Короче, все. Сейчас покажу. Я понял. Я понял, как это работает. Кака. Она очень странная, но она работает. Как только ты наводишь, короче, на них свой прицел... Во. 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 Во, ребята, я сделала. Так. Ха-ха. Это было сложно, но я это сделала. Хорошо. У меня есть какой-то кулончик-медальончик. А нахрена он мне? Неясно. Ну, ладно. Теперь у меня есть кулончик-медальончик. Куда я его могу поставить? Не знаю. А, может быть, это пять центов? А, да. Это реально монета. Подожди. Может быть, эту монету нужно засунуть вот сюда? Да, где там было? Дядь, там где-то была, короче, штучка, в которую нужно было засунуть монетку. Я не помню, где это было. А ты, дядь, помнишь? Может быть, это было здесь? Нет. А где была тогда штучка? Она пропала? Я помню, что где-то здесь была. Может быть, дальше за дядькой? Да, дядька, дальше за тобой. Вот, пять центов. Вставляем. О, это великий Гудини. И что с ним делать? Надо запоминать? Ладно, не кричи-то так. Окей. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Нет, ладно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. А? Работает? Неправильно. Так, а что нужно сделать? Я не понял. Давайте еще раз отойдем от него и войдем. Возможно, нужно что-то запомнить? Или что? Как это работает? А, раз, два, три, четыре. Теперь нужно четыре получить. Три плюс один. Я поняла, ребята, это не так сложно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нужно считать, короче, прыщики на летучие мыши. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как получить восемь? Это пять плюс три. Молодец, математика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А как получить десять? А, это пять плюс пять. Ха! Два. Два. Это либо три минус один, либо один плюс один. Вариантов несколько. Чего ты так удивился, мышь? Это что здесь за... Так. Возможно, я смогу теперь пройти в закрытую секцию, в которую меня не пускали. Скорее всего. Подожди. У меня есть специальный билетик. На! У меня есть специальный билетик. Ты что, не видишь? У меня есть специальный билетик. Билет в отдел флоры и фауны. Вот он. Ты что, не видишь, что ли? Я не могу войти в билет флоры и фауны. Не могу воспользоваться билетом во флору и фауну. Почему? Почему я не могу войти во флору и фауну? Что это такое? А, сюда нужно какие-то фигуры вставлять. Офигеть. Ты как, где мой билет этот самый? Что делать дальше-то? Вопроса здесь вообще нет никакого. Хорошо. Дядька сидит. Бдит. И бздит. Здесь. Что можно сделать здесь? Вопрос вообще здесь не помогает мне. Никакой подсказки мне не дает. Жуку. Тоже ничего. Ни Алё, ни Бе, ни Моу, ни Кукареку. Могу просто сжечь. О, я могу здесь проставить температуру. Но мне пока что нечего жарить на самом-то деле. Нечего. У меня вообще ничего нет. Мне нужно идти, видимо, во флору и фауну. Но я так и не поняла, где эта флора и фауна ваша. Подожди. У меня появилась теория здесь. Если... Подожди. Может быть, надо сюда принести все какие-то... А, не получится. Я думала, сюда кресты, а сюда кружки. Ну, это тоже странно. Но круги сюда... Ну, странно. Может быть, круг к кругу? О! Я открыла! Я открыла перечницу. И что это такое? Вот это кто? Подсластитель, закупоренная бутылка вина. Вот, откупорить бутылку вина. Откупорить бутылку вина это есть. Так, здравствуй, утка. Давай, откупориваем. Откупориваем, откупориваем. Не, подожди. Почему это не работает? Тут еще должно быть какое-то специальное положение. Утка! Ты обмутка! Хе-хе-хе! Ребята, у меня проблемы с уткой. Я не могу откупорить бутылку вина, потому что утка тупит. Утка тупит и бесит. Ну-ка. Вот. Теперь дергаю с головку. Не хочет. Второй раз нажимаю. Так, это первое положение. Это неработающее положение. Вот это работает. Не работает так. Раз. Ага. То есть вот так. Ты мне предлагаешь... И все с самого начала? Может быть тогда по принципу от обратного? Нет. Ты издеваешься? Здесь сколько комбинаций утка, блин. Почему вино так не открывают? Вино так не открывают утка. Ты что придумала? Тупая ты утка. Хорошо. Давайте вот так попробуем. Я манала. Я манала вашу утку, бляха, обмутку. Я что? Я сейчас буду рисовать опять. Утку вашу. Обмутку, блин. Так, первое положение это вот это. Допустим. Первое положение. Потом второе положение. Вот так. И вниз, падла. Вниз. Вниз. Так. Какое третье положение? Вот так? Нет. Давай, значит, раз. Вот так тогда. Ага. Так, это третье положение. Еще есть какое-то положение. И все сначала, да, ты мне предлагаешь начинать? Классная ты утка-обмутка. Реально. О, открыло. Остальные вверх были пятой комбинацией. Кошмар какой-то. Ну и тупость просто. Такая тупость. Хорошо. У меня есть винишка. Я наливаю вот сюда. У меня теперь есть бокал вина. Я сейчас дядьку, видимо, усыплю вот этого. И мы с тобой сможем пройти дальше. На, бухай. О, отлично. Ты что думаешь, что я стану пить это вино без хрустящей закушки? Возьми этот ключ и приготовь его для меня. Конечно, если сумеешь. Так, это отсюда ключ? Нет, ты мне что-то наврал. Дядька, ты мне что-то наврал, но не открывается. Вот. Так, там была какая-то мышь. А здесь я должна понять какую-то логику ацтеков и извращенских масок, да? О, вот она что. Вот она что, Михалыч! Нужно просто все поставить на свои места. Свечу к свече. Маску юмбы-юмбы-тумбы вот сюда. Вот этот лопоухенький сюда. Страшная здесь. Череп сюда. Демон сюда. Кристалл сюда. Все, отлично. У меня есть еще один ключ. А, это для мышки наружки. Но мышка наружка, наверное, не попадется без сыра. Она ж не тупая, наверное, надеюсь. Хотя, кто знает. И у меня есть еще один ключ. Возможно, он отсюда. Хрен там он отсюда. Хрен там плавал. Так, может быть, за дядькой тогда откроется? Подожди. Вот это. Ага, конечно, да. Конечно, конечно. Отчего этот ключ? Ключ. Обосраться. Вот так это понятно, главное. Так, главное, понятно. В смысле ты ее закрыл? В смысле ты закрыл эту дверь? Или не эту? А, нет. Фух, я уж испугалась. Итак. Может быть, сахар ей насыпать? Сахар будешь, мышь? Может быть, надо свет выключить? И типа, это не любит, когда это самое. Когда свет она видит в темноте хорошо. И типа, ей не нравится. Но мне по-любому не хватает что-то положить. Конечно же, не хватает. Она же мышь не тупая. Но я просто не понимаю. Может быть, на кухне что-то есть? Может быть, есть что-то на кухне? Давайте сходим на кухню. Вот. Ну, естественно. Естественно. Там был сыр. Там был сыр для мышки. Для мышки наружке был сыр. Так, мышка. Мышка, я сейчас вернусь. Ты должна здесь лежать. Все, мышь поймалась. Бедная мышь. Ээээ. Прости, мышка. Сегодня not your day. Так. Теперь нам нужно идти с тобой на кухню. На кухне приготовить мышку наружку. Потому что там есть рецепт, как готовить мышку. Есть рецепт хорошего супа. Но у меня для этого ни хера ничего нет. Хрустящая закуска. Прекрасно подходит к красному вину. Возьмите свежее мясо, которое есть на вашей кухне. Положите его на противень. Готовьте в соответствии с указаниями. Так, запишу указание. 1, 180 и 1 умножить на 5. Зашибись. Зашибись, пись. Так, хорошо. Мы сюда кладем мышь. Да? Мышь. Мышь. Мышь будем класть или нет? Мышь положи. А что ты мышь не хочешь класть-то? Может быть я ее в сковороду? Мне кажется, меня обманывают и не хотят класть мою мышь. Может быть сначала нужно выставить? Значит, градус 180. Так, 150, 160, 170. В смысле? Как я должен это понять? По-моему, вы меня обманываете, ребят. Здесь совсем другие символы и значения. Так. Давайте думать. Значит, время. Время это 1. 1. Градус. Нарисую градусник. Это 180. 180, да? 1,5. Это какая-то, я не знаю что, какая-то херобора. Непонятно мне. Так. Мышь нужно положить на тарелку. Так тарелка-то не берется. А, может быть тарелка здесь? Вот оно, блюдо. Вы блюда, нет? Вот. Все, теперь у меня есть. Теперь у меня есть мышка-нарушка. Мышку-нарушку давайте я сразу суну сюда. Вот, смотри. Другое дело. Заработало. Так, время. Время это 1. А как я пойму, что такое 1? Ну, 1 это, наверное, вот это. 1 умножить на 5. Это 5. Что я здесь должен понять вообще? Ну, наверное, вот это 180. Так, 30. Это 30. 90. Ну, я думаю, что да. Нет? Не работает? Не работает. Какую-то мне загадку прям вообще непосильную ставите. Там нет такого. Разве такое здесь есть? Мышь, кладешь, положить на противень. Ну, и что это за указание? Вот, вот, что это? Вот это вот, это что такое? Вот это вот. Вот это, ладно, это 180 градусов. А, вот. Нет. Может быть, это подсказка, как ее готовить? На каком режиме? Это очень странная херня. Реально, очень странная. Ну, допустим, вот этот режим, он был нарисован, 180 градусов. Так, подожди, давай подумаем. 15 плюс 30, это сколько здесь добавили? 15, здесь 30, и здесь получается 60, да? Ой, боже, математика мне в помощь называется. Математика мне в помощь. Где математика? Так, 120 минус 60, получается 60. То есть, здесь еще 60. А как может быть два раза по 60? Ладно, я буду методом подбора тыкать. Все? Методом подбора оказалось, что это 15. Хорошо, у меня теперь есть кексик. И этот кексик я могу дать дядьке, потому что дядька хочет кексик в его жизни. Видимо, мало кексиков. На, дядька, тебе кексик. О, наконец-то я смогу отвязать вкус этого удивительного вина. Твое здоровье. Ты крысу сожрал, дядька! Ты сожрал бедную крыску! Она в чем не виновата. Все, нажрался. Так, я пошел дальше. Так, забираем у него книгу. Еще одну. Еще одна книга у меня есть. И что? Типа, ну, класс, у меня есть еще одна книга. Но как-то, мне кажется, это не особо мне поможет на самом-то деле. Но пойдемте. Мне кажется, мне нужно где-то еще одну найти книгу. Потому что пока что здесь вот еще место на одну... А это что такое? Что это такое? Может быть, это знаешь откуда? Это из... Да-да-да, выйди отсюда. Выходи. Может быть, это из этой комнаты, которая вот тут была? Вот сюда нужно встать куда-нибудь. Нет? Нет? Не ты? А, подожди. В часы! Реально в часы, ребят. В часы. Может быть, это деталь часов? Ну-ка. А? И что дало? Они пошли. Обострись, не встань. А толку с них... А толку с них, мне кажется, ноль. Ладно, будем разбираться уже в следующей серии, что здесь делать дальше. В принципе, и есть что-то похожее и интересненькое на Кубэскейп. Но пока не совсем понятно, что делать. В Кубе было как-то совсем этим попроще. Вот такая получилась эта серия. Как тебе эта игра? Пиши в комментарии. Пока что она не совсем раскачивается, но есть какие-то интересные такие штучки. Нас один раз напугали скримером. Мышку прищемило. В общем, что-то такое есть. Нужно просто углубляться и, наверное, поиграть в эту игру еще раз. Но ты, как всегда, напиши, играем или нет. А мы увидимся уже очень скоро. Пока.